Дом, который построил Салихов, а если точнее, поставил, так прописано в договоре с клиентом. В редакцию Орент-ТВ обратилась женщина, которая устала ждать, когда наконец сможет спокойно жить в доме, за строительство которого дала 2,5 миллиона рублей. Срок окончания строительства по договору с сентября прошлого года. Исполнение всех обязательств, под которыми подписался господин Салихов, приходится добиваться через суд. Все подробности далее. Вот это мой дом, в котором я должна жить с 25 сентября прошлого года. Екатерина Бутырева однажды решила, что на пенсии хочет жить поближе к земле. Подала квартиру в городе и начала строительство дома. Вместе с сыном выкупили участок, планировали строиться рядом. Договор на дом под ключ заключил из компании «Гарант Успех». Руководитель фирмы, зарегистрированный в Орске, Радик Салихов, за два месяца обещал жилое помещение с натяжными потолками и теплыми полами. Ну видно, что голые абсолютно стены, лестницы нет, дверей нет абсолютно. Открывать дверь, взламывать мы не хотим, потому что нету акта сдачи. После того, как он получил деньги, он общение все прекратил. На мои звонки он не отвечает. Сколько я с ним пыталась, я подала в суд. Решение суда, которое вступит в силу 10 июня, обязует завершить строительство в течение двух месяцев. О таком решении Радик Салихов знает, но пояснить ситуацию на камеру отказался. Будет когда решение вступится, вот тогда будем встречаться. Остальное без комментариев. На соседнем с Бутыревыми участке в поселке Ясная Поляна строительство еще одного дома продолжает бригада Салихова. На вопрос, где найти директора, отмахиваются. А здесь будете заканчивать, нет? Не знаете? А ведь поначалу Арчанин, Радик Салихов, чтобы убедить в надежности своей фирмы, прикрывался даже именем руководителя области, рассказывает женщина. Мы, конечно, интересовались, когда будет здесь развиваться инфраструктура. Поселок Ясная Поляна относится к Нежинскому сельсовету. Нам сказали, что это будет еще не скоро, потому что и в Нежинке еще не все гладко. Все. Но Салихов, Радик Медадьевич, нас уверял, что он справится без сельского совета, что ему помогает Берг, что он приехал из Орска именно за ним. Екатерина Бутырева не знает, как жить дальше. Зимой снимала угол у чужих людей, летом снова придется жить на даче. Боится, что выполнение судебного решения дождется не скоро. Обращение в полицию, говорит, результата не дают. Теперь написала заявление в прокуратуру. Татьяна Штылер, Олег Штылер, Орин ТВ.